Добрый вечер На программе от Заокской Духовной Академии Этого высшего духовного учебного заведения из Подмосковья А также представленную радиотелецентром «Голос надежды» Это самая большая христианская радиокомпания Самый большой христианский радиоцентр в Российской Федерации Ну а мы с вами продолжаем наше путешествие И позвольте мне сегодня пригласить вас снова В многодневный марафон по страницам Священного Писания Программа, как вы помните, называется «Удивительное открытие в древних городах» Для тех из вас, кого не было на предыдущей программе Позвольте вспомнить наш предыдущий материал Мы с вами в прошлый раз изучали тему покушения на небесную конституцию Помните? Седьмую главу пророка Даниила Четыре больших зверя, которые вышли из моря Первый зверь был какой? Вспомните Это был лев Второй зверь был какой? Медведь Триклыка он во рту имел Третий был зверь Барс И у Барса что было на голове? У него было четыре головы Потом был зверь четвертый, страшный, ужасный, весьма сильный И потом десять рогов у него на голове И между ними вырос еще маленький рог Вы помните, что эти звери означали те или иные государства Ближнего Востока и Европы Какое государство означал лев в пророчестве? Скажите, пожалуйста Это был Вавилон А медведь с тремя клыками во рту, это что было? Это была Персия А Барс с четырехголовый, это что? Греция И на сколько частей империи Александра Македонского распалась потом? На четыре части Прекрасно, вы это запомнили И, наконец, зверь четвертый, страшный, ужасный Это железный древний Рим И на сколько частей Римская империя распалась после своего завоевания? На десять частей Десять рогов было у этого зверя, как вы помните Я смотрел на эти рога И вот вышел между ними еще небольшой рог И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним Мы видим, что исчезают три народа Герулы, Вандалы и Астготы И появляется маленький рог Который, согласно пророчеству и данным историков Символизирует власть средневекового римского папства И именно оно и попыталось изменить заповеди Божьи Этот рог будет угнетать святых Всевышнего И даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон То есть пророчество предсказывало о власти, которая попытается изменить заповеди Божьи И мы знаем, что так оно и случилось Именно благодаря бабству огромное количество языческих обрядов, верований, идолов и праздников Впоследствии попали в христианский мир, во все мировое христианское сообщество Включая день солнца, который впервые был установлен и узаконен для всей империи Римским императором Константином Таким образом была изменена четвертая заповедь И, собственно, источники папства это подтверждают Они говорят, воскресенье это начертание нашей власти Церковь стоит выше Библии И факт изменения суббота на воскресенье подтверждает это То есть они ставят себя выше, чем Слово Божье И выше, чем все, что связано с великой древней Божьей книгой Но вот что однажды сказал Иисус Христос В противовес этому Библия возражает против этого И Иисус говорит, скорее небо и земля пройдут, нежели одна черта Откуда пропадет, скажите? И закона Божия, заповеди Божии по Библии неизменны И более того, на небесах вершится суд Божий Который завершится вторым пришествием Христа в этот мир Библия говорит, потом примут Царство Святые Всевышнего И будут владеть Царством вовек и вовеки веков Это была наша вчерашняя тема Ну а сегодня мы с вами продолжим изучение Библии И скажите, перед тем, как мы эту книгу откроем, что нам нужно сделать? Нам нужно помолиться Отец наш и Бог наш Сегодня, как большая человеческая семья Мы приходим к Тебе за благодарностью За то, что Ты собрал нас вместе, чтобы читать и изучать Твое Слово И ныне благослови нашу встречу Благослови каждого, кто пришел в этот зал Если у кого есть какая проблема, разреши ее Благослови всех тех, кто написал сотни записок с просьбой о молитве Услышь молитву их и ответь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Завтра, в понедельник, мы с вами порассуждаем на тему Свобода от страха и чувства вины Это будет прекрасный, незабываемый вечер Дающий радость и надежду А вот самая важная программа состоится в среду В среду будет самый важный вечер из всех восемнадцати Эта программа будет называться «Дверь в новую жизнь» Даже если вы захотите пропустить какую-то программу Не пропустите тот самый главный вечер в среду Здесь, в этом зале, восемнадцать часов Ну а сегодня мы с вами порассуждаем на тему Здоровье и Библия Я уже рассказывал вам о том, что за последние семнадцать лет В нашей стране прошло более двух тысяч шестисот Больших программ и мероприятий По изучению библейских предсказаний Эти программы посетило более миллиона жителей Российской Федерации И здесь, на этих встречах, мы узнаем о библейской надежде О том, что однажды в этот мир придет Царство Божие И в этом Царстве ни один из жителей не скажет «Я болен» Народу, живущему там, будут отпущены согрешения И отрет Бог всякую слезу сочей их И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло Это библейское пророчество о будущем этого мира И вот однажды на одной из программ одна женщина подошла и спросила «Вы знаете, мне очень нравится эта весть Мне нравится то, что скоро Христос придет в этот мир Но заинтересован ли Бог в моей сегодняшней жизни? Может ли Бог благословить меня не только в жизни будущей, но и в жизни настоящей? Ведь у меня в настоящей жизни так много бед, так много проблем» Один человек однажды сказал мне «Вы знаете, многие люди, которые посещают ваши занятия Это те, у которых дома Они сидят перед озером своих собственных слез Сегодня так много страданий в этом мире человеческих И, конечно же, проблема болезней волнует сегодня каждого человека Все мы люди грешные, смертные, все мы болеем И вот вопрос «А как же Бог относится к моей повседневной жизни?» Однажды мудрый апостол Иоанн писал «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» Посмотрите, Иоанн пишет, он говорит «Я хочу, чтобы ты не только духовно возрастал, но он говорит Я хочу, чтобы ты здравствовал, чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» Иисус Христос вторит словам апостола и говорит, «Я пришел для того, чтобы вы имели скудную, неинтересную жизнь». Или что Иисус сказал? Скажите, пожалуйста. «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». И имели какую жизнь? Прочитайте. «С избытком». Жизнь полнокровная, радостная, счастливая. Уже сегодня здесь, на этой земле, в преддверии прихода Господа, это желание Господа в отношении каждого из нас. В Библии мы также находим множество секретов, которые могут заметно улучшить нашу жизнь. Если мы с вами вместе с археологами отправимся в Египет, то мы обнаружим, что в Египте и по сей день находят сотни и даже тысячи мумий, древних фараонов и древних египетских вельмож. Однажды внимательное исследование тех мумий, по мнению ученых из Англии, даже тех, что датированные 19 веком до нашей эры, показало, что древние люди, так же, как и мы, страдали заболеваниями сердца, печени, почек, суставов, умирали от онкологии и трихинеллеза. Об этом заболевании мы поговорим немножко позже. Но вместе с этим, пока было множество эпидемий в древнем мире, был у Бога народ. Это был народ израильский, который отличался большой крепостью и здоровьем. И каким же образом, спрашивают люди, среди проказа и других эпидемий выжил Израиль, этот маленький народ, во времена Моисея? Однажды в Торе, или в Коране это называется Таурах, было сказано, давайте посмотрим. И сказал, если ты будешь слушаться глаза Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которую навел я на Египет. Ибо я Господь... И вот прочитайте следующую строчку. Целитель твой. Оказывается, в Библии мы знакомимся с самым великим целителем во вселенной. Это и есть всемогущий Бог-творец. И о некоторых библейских секретах исцеления мы поговорим с вами сегодня. Давайте мы вспомним то время, когда Бог сотворил этот мир, мир чистый, прекрасный, совершенный, здоровый. В этом мире все были счастливы. Помните, Господь тогда сказал в притворении Адаму с Евой, «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Мы видим, что вся растительность этого мира была отдана для пропитания Адама и Евы. И мы знаем, что первые люди на земле были, можно сказать, вегетарианцами. Главной пищей их была растительная пища. Мясоедение пришло в этот мир уже после грехопадения Адама и Евы. С самого начала, пока на земле не было греха, этот мир был чист, совершенен и абсолютно здоров. Но вот на землю, как вы знаете, пришла беда. Адам и Ева съели запретный плод, плод с дерева познания добра и зла. Они согрешили, стали грешниками и этим самым навлекли на все последующие поколения болезни, страдания и смерть. Человек во время грехопадения разорвал отношения с Богом, источником жизни. Вот почему люди умирают. Человек разорвал отношения друг с другом, то есть люди ссорятся и воюют между собой, даже осмеливаются отнять друг у друга жизнь. И человек в момент грехопадения разорвал отношения с миром природы. Мы знаем, что между людьми и природой возникла пропасть, и поэтому в природе появилась схватка и борьба за выживание. Природа как бы ощетинилась, вооружилась когтями, клыками, зубами, бивнями. Мир природы, весь порядок вещей изменился в результате грехопадения. Бывшие когда-то безболезненными бактерии и вирусы стали болезнетворными. Они стали приносить зло человеку. Я уже рассказывал вам в одной из предыдущих лекций мнение многих ученых-медиков о том, что СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита, люди приобрели по причине крайней половой распущенности и сексуального разврата. Огромное количество инфекционных и вирусных заболеваний в этом мире происходит по причине грехопадения. Грех возбудил природу против человека. И вот еще одна проблема греха. Мы с вами знаем, что когда люди согрешили, они стали болеть по причине расстройства нервной системы. Вы, наверное, слышали о том, как недавно Минздрав опубликовал данные, что 90% болезней человека происходит по причине расстройства нервной системы. Слышали когда-нибудь о такой точке зрения? И достаточно нам с вами с кем-то сильно поругаться, поссориться. Мы уже за что хватаемся, скажите, пожалуйста? За сердце. Нам уже плохо становится. Мы можем заболеть. Мы видим, что стресс, горе, чувство вины, страх – все это вызывает огромное количество проблем со здоровьем у человека. Так называемая психосоматическая причина болезни человека. Так вот, что же делает грех? Грех, который живет в человеке, вызывает в нас весь букет негативных эмоций. Это страх, чувство вины, душевная боль, обида, зависть, гордыня. И все это гнетет, давит, мучает человека. И из-за этого человеческая нервная система не выдерживает, она дает сбои, а как следствие дает сбой весь организм. И иммунная система падает защитная, и мы с вами больше подвержены болезням. Поэтому мы можем смело заявить на основании Священного Писания, что грех – это главная причина всех болезней человеческого рода. Но где же нам с вами искать выход? Где же мы можем найти освобождение от греха и зла? Мы можем освобождение от греха найти там, где есть прощение. А это прощение мы с вами можем найти на Голговском кресте, там, где Христос умирал и взял на себя вину нашу, наши грехи, наши беззакония на себя. Вот почему со страниц Евангелия слетают его прекрасные слова. И эти слова, наверное, являются лучшим лекарством на свете. Иисус Христос сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И что он добавил при этом? Прочитайте. И я успокою вас. Давайте мы вслух прочитаем этот величайший рецепт Божьего исцеления. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Господь сказал, «Я вас успокою. Если вы, люди, придете ко мне, я вас прощу. Я освобожу вас от власти греха и вины. Я дам вам свободу от этих негативных эмоций. Я наполню ваше сердце миром, спокойствием, радостью, счастьем, надеждой». И вот когда в сердце человеческое входит мир и покой, тогда успокаиваются нервы, уходит депрессия, улучшается иммунитет, и человек меньше болеет. Вы знаете, это доказано научно, люди, которые более спокойны и более умиротворены, меньше болеют. Величайшее исцеление тела мы находим в исцелении первоначально души человеческой. Вы, наверное, слышали и знаете одного из самых известных врачей в России. Это Леонид Рошаль, тот самый бесстрашный врач, который сегодня так популярен и так известен. Так вот, Леонид Рошаль, этот великий врач медицины катастроф, однажды заявил, что в его клинике те пациенты, которые молятся Богу, выздоравливают намного быстрее, чем те, которые Богу не молятся. Оказывается, в молитве есть большая сила, и в молитве есть исцеление. В некоторых западных клиниках производились даже эксперименты, когда исследовали больных, которые верят в Бога и молятся, они выздоравливают намного быстрее. Более того, были проведены эксперименты, когда человек не знал, что о нем кто-то молится, но он выздоравливал быстрее, чем человек, за которого никто не молился. Оказывается, за больных тоже нужно молиться. Мы не знаем всех премудростей и секретов молитвы, но знаем, что молитва работает. Мы знаем, что когда мы молимся, Бог слышит и Бог отвечает. Именно об этом сегодня мы с вами пели прекрасный гимн. Если Божий народ молится, Бог его слышит и Бог отвечает. В приходе к Богу мы с вами находим исцеление. Вы желаете отложить ваши похороны, ну, примерно на 20 лет? Хотели бы? Пожалуйста, есть выход. Придите ко Христу. Впустите Его в свое сердце. Отдайте Ему свою жизнь. И тогда вы проживете примерно лет на 20 дольше, чем вы запланировали. Статистика Организации Объединенных Наций показывает, что люди, верующие во Христа, чтущие Бога, читающие Его Слово и соблюдающие Его заповеди, живут в мире в среднем на 20 лет дольше. Оказывается, с верой в Бога человек становится долгожителем. Почему? Потому что Бог опекает и оберегает такого человека. Поэтому вы учите этот величайший библейский рецепт. Это лучшее лекарство на планете. Это столкнуться в своей жизни и принять Бога в свое сердце. Это самое лучшее, самое прекрасное. Но мы вернемся к ходу нашей сегодняшней темы. Мы знаем, что Адам и Ева согрешили. С тех пор люди стали болеть и умирать. Господь сказал, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и что дальше сказано, и в прах возвратишься. Люди когда-то стали умирать по причине грехопадения. Хотя, несмотря на это, благодаря хорошей атмосфере, лучшим условиям жизни, чистоте воды и почвы, люди в древности жили очень и очень долго. Мы знаем, что есть в Библии самый большой долгожитель. О нем сказано, всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. То есть люди в древности, так называемые гигантотропики, как о них говорят некоторые ученые, жили не десятки, а сотни лет. И уже впоследствии, по мере умножения греха и беззакония, сокращался постепенно срок их жизни. Если древние люди жили сотни лет, то мы сегодня с вами живем десятки лет. В знаменитой на Руси книге Псалтирь, той самой, которую очень любит старшее поколение, сказано, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро. И что дальше Псалмопевец говорит? И мы летим. Правду говорит Библия или нет? Прекрасные, мудрые слова. Да, мы живем недолго по причине греха. У нас очень короткая жизнь. Мы знаем, что именно по причине греха погибла когда-то древняя допотопная цивилизация, которую ученые-фантасты прозвали Атлантидой. Перед тем, как случился Ноев потоп, Господь повелел Ною собрать в ковчег, в этот огромный корабль, множество животных. Сегодня я, наверное, не успею это сделать. Я сделаю это в одной из последующих тем, когда я вам расскажу о научных доказательствах потопа, о том, что современная наука говорит об этом великом катаклизме. Сегодня есть достаточное количество доказательств науки, которые подтверждают, что Ноев потоп действительно существовал. И вот что сказал Господь Ною. И всякого скота, какого мы читаем? Чистого возьми по семи, мужеского пола и женского. А из скота нечистого подва, мужеского пола и женского. Читая Священное Писание, мы обнаруживаем, что у Ноя внутри ковчега находилось два вида животных. Это были животные чистые и какие? И нечистые. Потом, впоследствии, читая историю израильского народа, когда Господь вывел их из египетской земли и направил их в землю обетованную, мы читаем достаточно большой, пространный и подробный комментарий, какие же животные, согласно Библии, являются чистыми, а какие нечистыми. Вы хотите об этом узнать? Хотя бы несколько сведений. Давайте посмотрим. Это вам будет маленькое домашнее задание. Сегодня большинство из вас уже Библию получили. Все остальные получат ее в ближайшие две недели. У нас Библии хватит на всех. Вот вам задание. Это Левит, глава 11, и Второзаконие какая глава? Глава 14. Дома прочитайте, там подробный, ясный комментарий. Но некоторые тексты позвольте зачитать прямо сейчас. Давайте посмотрим, что говорит нам Библия. «Вот скот, который вам можно есть, волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орекс, и камелопарт. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте». Мы видим, что чистый скот имеет по Библии два признака. Первое, у него раздвоены копыта, и второе, что он делает? Жует жвачку. Поэтому, согласно Библии, корова, например, является животным чистым. Овечка или барашек – чистое животное. Коза – чистое животное. Все они имеют раздвоенные копыта и жуют жвачку. И Библия говорит, что это животные чистые. Но мы знаем, что поэтому говядину, баранину и даже мясо оленя вы можете есть смело, поскольку по Библии это все чистые животные. Но наряду с животными чистыми существуют еще и животные какие? Они чистые. Давайте посмотрим, что о них нам говорит Писание. Книга Левит. Многие из вас скажут, что это да. Мы не знали, что Библия об этом нам говорит. Оказывается, хаврония наша, героиня, сегодня, согласно Библии, является каким животным? Нечистым. Мы знаем, что Бог, поросеночка, любит ничуть не меньше, чем теленка. Бог любит и коров, и овец, и любит и свиней, потому что они все являются его творением. Но у каждого творения Божьего свое предназначение. И свинья является великим санитаром этой планеты. Бог создал ее в первую очередь как санитара. Все, что мы с вами не съедим, кому мы отдадим с вами? Мы отдадим поросенку съесть. Он скушает, он все съест, ему без разницы. Если вы внимательно изучите мясо свиней, то вы обнаружите, что многие из них содержат личинки трихинел. Это трихинелы, которые вызывают достаточно тяжелое заболевание, которые нашли даже у древних фараонов в результате раскопок. Это так называемый трихинеллез. И во многих случаях трихинеллез может стать даже смертельным заболеванием. Эти маленькие личинки разрастаются в организме человека и даже протыкают внутренние органы, кожу, смотрят на вас и выглядывают оттуда. Вообще страшно. Их, чтобы уничтожить, нужно нагреть мясо до нескольких сот градусов. Мы видим, что есть очень много проблем. И спросите современных диетологов, они просто поражаются, когда читают библейский текст. Современная диетология подтверждает, что если бы люди питались так, как написано в Библии, люди бы жили намного дольше. И один ученый-диетолог сказал мне, он говорит, меня изумляет то, что в Библии люди, не имея микроскопов, не имея современных исследовательских систем, научных данных, баз, компьютеров, всего того, что накопил научно-технический прогресс, знали все то, что мы открываем в 20-21 веке так-так давно, несколько тысяч лет назад. Поэтому эти древние библейские советы очень актуальны и для нас. Однажды Иисус Христос, когда вы читаете в Евангелии, изгнал легион бесов из двух одержимых. Вы знаете, что если люди, одержимые бесом, приходят к Иисусу Христу, Он изгоняет из них нечистого духа. И вот что получилось потом. Когда Он изгнал из них легион бесов, говорит Евангелие, послось там при горе большое стадо свиней. И просили Его все бесы, говоря, пошли нас, куда они сказали? В свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море. А их было около двух тысяч, и потанули в море. Это тоже очень интересная параллель. Если вчитаться в этот текст, можно задуматься, почему же Христос и почему же бесы вдруг попросили Его послать их не в чистых животных, а в каких животных, скажите, пожалуйста? А в нечистых, которые Христос никогда не считал пищей. Ну хорошо, а вопрос рыбы. Ведь рыба приносит так много пользы организму человека. Что о рыбах нам скажет библейский текст? Давайте посмотрим. «Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья». И что мы дальше читаем? «И чешуя». «А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте, нечисты». Это для вас. То есть по Библии рыба должна иметь чешую, тогда Библия называет ее чистой. Кто-то из вас спросит, а как же нам быть с домашней птицей? Спешу вас порадовать, дорогие уфимцы. Большая часть той птицы, которую выращивает наше сельское хозяйство, по Библии являются птицей чистой. И куры, и гуси, и индейки, и утки, они все по Библии являются животными чистыми. Нечистыми являются большая часть хищных и диких птиц, о которых вы дома прочитаете в Левите в 11 главе и в Таразаконе главе 14. Вот это несколько комментариев из Священного Писания о том, какие же животные в Библии являлись чистыми в Ноевом ковчеге, а какие были нечистыми. Вы помните, чистые животные какие признаки имеют? Раздвоенные копыты. И второе, что Библия говорит? Живет жвачка. А рыба имеет при этом чешую. Вот это очень важные библейские секреты. И современная наука показывает, те люди, которые питаются по библейской диете, они живут намного дольше, чем те, которые питаются как захотят и без разбора едят все подряд. Вот те люди, которые питаются так, как говорит текст Священного Писания, они живут очень и очень долго. Я помню, как два года назад Геннадий Онищенко, слышали такую фамилию? Это главный санитарный врач Российской Федерации. 22 ноября 2005 года в программе новостей по ОРТ рассказывал о проблемах человеческого рода. И он говорил о том, что большую часть инфекционных заболеваний, таких как грипп, например, он говорит, и большая часть острых респираторных заболеваний люди получили благодаря употреблению в пищу свиного мяса. И он говорит, потому что оно наиболее близкородственно человеку, и поэтому человек, употребляя свиное мясо, приобрел огромное количество разных болезней. Это мнение не мое, это факты из уст самых авторитетных людей в Российской Федерации. Главный санитарный врач России так однажды говорил. И поэтому Библия нам предлагает эту диету попробовать и посмотреть, как улучшится здоровье человеческое, а самое главное, как улучшится наша жизнь. Однажды апостол Павел говорил, ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается чем? Прочитайте. Словом Божьим и молитвой. То есть, если ту или иную пищу Библия освящает, и молитва освящает, тогда мы можем это принимать с благодарением. Павел писал, итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте, и что дальше сказано? Во славу Божью. Следует отметить при этом, что Бог заинтересован в благополучии каждого человека. Ведь для Него человек это не просто пылинка, для Него человек это личность. И есть еще нечто большее. Это очень важная революционная мысль из Нового Завета. Давайте посмотрим. Не знаете ли, что тела ваши, суть что? Прочитайте. Суть храма, живущего в вас Святого Духа. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьим». В Библии мы с вами, мои дорогие уфимцы, читаем о том, что Бог не просто здание желает сделать храмом, где люди пойдут и Ему помолятся. Бог желает наше тело сделать своей обителю. Храмом обителю Святого Духа по Библии является личность человеческая, его духовная и его плотская, физическая сущность. Мы с вами читаем в Священном Писании. «Ибо вы куплены...» И что дальше мы читаем? «Дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». В Священном Писании мы с вами читаем о том, что мы с вами куплены дорогой ценой. Однажды цена всего неба была отдана ради спасения нашего. Бог отдал Своего Сына на смерть, чтобы спасти нас. И сегодня, когда мы принимаем Его в свою жизнь, Он желает нас сделать Своей маленькой обителью. Однажды апостол Павел писал, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы», – писал апостол Павел. Он говорит, «Вы, человеки, люди, являетесь вместилищем Святого Духа. Вы, дети Божьи, его сыновья и дочери, вы храм Божий». Но как много лукавый враг рода человеческого придумал средств для того, чтобы разорять этот божественный храм? Конечно же, в первую очередь, это проблема современного алкоголизма. Совсем недавно я читал сводки Минздрава о том, что у нас в России официально зарегистрировано 18 миллионов алкоголиков. Вы можете себе представить эту цифру? Практически каждый седьмой житель Российской Федерации. А по другим данным, в России на регулярной основе выпивает примерно 70 миллионов человек. То есть это каждый второй житель России пьет завидной регулярностью. Подумать только, как страдает наш народ, наша нация, частью которой мы являемся. Сегодня мы не будем говорить о всех тех бедах, которые терпят семьи, как страдают дети, как разрушаются дома. Все это вы прекрасно знаете. Позвольте лишь зачитать сегодня несколько важных библейских текстов. Библия говорит, вино глумливо, секера буйно, и всякие увлекающиеся ими, каков, Писание говорит, неразумен. Вот еще один текст. Это мудрый Соломон писал в книге притчи. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Правду говорит Библия в этом тексте. Это горькая, но великая правда. Да, действительно, нация наша, народ наш страдает от этого. Вот почему Библия вопиет сегодня к человеческой цивилизации. Говорит, итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, говорит Господь в Священном Писании. Сегодня еще одна проблема, которая захлестнула самое дорогое, что у нас есть. Это нашу молодежь. Это проблема пивного алкоголизма. Вы, наверное, знаете о том, что это приносит. Совсем недавно один ученый из Новосибирска провел огромное исследование о влиянии пивного алкоголизма на человека. То есть человек не пьет водку, не пьет пиво, не пьет вино, но с большой регулярностью употребляет пиво. Так вот, к какому выводу пришел этот ученый? Когда молодые люди пьют много пива, вы знаете, что солод сам по себе, его употребление в организме вызывает выделение эстрогенов. Вы знаете, что такое эстрогены? Это женские гормоны, которые вызывают женственность. Поэтому мужчины, которые употребляют много пива, у них появляется так называемое пивное брюшко, а тут ловатость, они набирают вес, и у них даже начинает расти грудь, как у женщин. Почему? Потому что в их организме накапливается огромное количество женских гормонов, эстрогенов. А женщины, которые страдают частым употреблением пива или так называемым пивным алкоголизмом, у них также накапливается излишек эстрогенов, но эффект получается таков. Эти женщины начинают очень сильно болеть, у них начинаются гормональные сбои, онкологические заболевания, и есть склонность к блудливости, как говорит этот ученый. Поэтому сегодня пивной алкоголизм делает из наших юношей девушек, вот это самое страшное, мужчин настоящих не остается. Вот почему сегодня наши женщины бедные на рынках тащат на себе эти гигантские авоськи и рюкзаки. Почему? Потому что сегодня с помощью алкоголизма мужчины вымирают в нашей земле. Так или нет? Скажите, пожалуйста. Сегодня женщинам приходится брать прозды правления в своих домах. Почему? Потому что алкоголь лишает человека творчества, алкоголь лишает человека силы воли, алкоголь лишает человека способности аналитически мыслить. Все это разрушает личность человека, губит наше общество, разоряет нас с вами. Есть еще один маленький убийца, крохотный, сигарета, как вы знаете, да? Но ведь в ней, помимо никотина, капля которого убивает лошадь, содержится 886 различных ядов. Только подумайте об этой цифре. Средний курильщик, который выкуривает в день одну пачку сигарет, за год пропускает через свои легкие несколько килограммов самых опасных ядов. Отсюда и частый рак легкого, эмфизема легкого и так далее. И, конечно же, одна из самых больших проблем нашей страны сегодня, это так называемая азиатская болезнь. Что это за болезнь, как вы думаете? Это наркомания, вы абсолютно правильно сказали. Это наркомания. Сегодня самое лучшее, что есть в России, забирают игла. Совсем недавно я видел передачу о том, что в Тольятти, это очень процветающий город, где делают любимые на всю страну Жигули, официально зарегистрировано 50 тысяч наркоманов. В городе 716 тысяч в Тольятти, поэтому каждый, получается, 14-й житель Тольятти, это официально зарегистрированный наркоман. То есть это тот, кто пришел и отметился. А сколько их таких людей, которые не пришли и не отметились, и не признались, что они наркоманы. Вот почему сегодня со страниц Библии громогласно звучат слова заповеди Господней. Не что дело Библия говорит. Не убивай. Конечно, можно убить человека с помощью удара ножа, выстрелом из пистолета, но дьявол, он очень хитрый. Он приносит нам средства нашего медленного систематического самоубийства в красивых упаковках, даже удовольствие какое-то это в себе имеет. Подумайте только, как удается лукавому так запросто околпачить нас с вами человеков, что мы за свой собственный счет разоряем свой собственный организм и совершаем медленное самоубийство. Но как понять все это, спросите вы? Сегодня все небо страдает и плачет. Бог льет слезы на небесах, когда видит страдания земли нашей родной, которую я люблю душой и сердцем. Когда мы видим умножение всех этих вредных привычек, бед и злол в нашем обществе. Подумайте о Боге, который есть любовь. Помыслите о Небесном Отце, которому мы намного дороже, чем наши дети нам с вами. Бог любит каждого из нас. Скажите, вы желаете здоровья вашим детям? Конечно же желаете. Все мы хотим, чтобы наши дети были здоровые и счастливые. И Библия желает, чтобы человек имел жизнь с избытком радостную, полнокровную. Вот почему со страниц Библии Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Господь говорит, придите ко мне, я вас возьму к себе, я вас исцелю, я прикоснусь к вам своей целительной рукой, я исцелю вас от ваших тяжелых болезней, я изменю вашу жизнь, я успокою ваши истосковавшиеся сердца, и я смогу помочь вам в жизни вашей обрести исцеление и победу. Кто-то, конечно же, спросит, а можно ли победить, если у меня не осталось силы воли? Могу ли я победить, если я наркоман, и у меня сегодня нет никаких других мыслей, кроме как снова у колодца? Если я алкоголик, и все мои мысли только о бутылке, есть для меня надежда или нет? И Библия говорит, да, надежда это есть. Прочитайте слова Писания вслух. Что говорит нам Библия? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Если вы придете ко Христу, если вы доверите Ему свою жизнь, Библия говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Бог любит, и поэтому дает силу. Бог является неисчерпаемым источником сил и энергии. И мы можем прийти к Нему 24 часа в сутки и обрести победу. Я помню, как однажды на одной из этих встреч в Красноярске ко мне подошел один человек и сказал, его зовут Сергей, «Вадим, молитесь за меня. Я работаю сантехником на железной дороге, и я курю с 10 лет. Раньше я курил одну пачку, сейчас две, а иногда три пачки в день выкуриваю. И не могу бросить, у меня нет никаких сил». Вы знаете, этому юноше было всего 22 года, но на вид ему было 35-40 лет. И тогда я взял его за руку, и мы начали вместе молиться. И Сергей сказал, «Молись, чтобы Бог дал тебе силу победить. Молись, чтобы Бог помог тебе одолеть то, что разрушает твое здоровье и жизнь». И вы знаете, через несколько дней он пришел ко мне и говорит, «Вадим, ты знаешь, я уже семь дней не выкурил ни одной пачки сигарет. Я чувствую, что Бог дает мне силу, Бог дает мне победу». Я думал, ну это может быть на несколько дней, может быть он сорвется. И когда я встретился с ним через несколько месяцев, передо мной стоял улыбающийся, красивый человек, даже с изменившимся и посветлевшим лицом. Я спросил его, «Расскажи мне, что произошло в твоей жизни?» И он говорит, «Бог дал мне силу. У меня было много соблазнов, много искушений, мне было трудно, но я молился Богу, Бог дал мне силу, и я победил». Я помню, как однажды на одной из подобных программ в первый день у нас возникло маленькое беспокойство. Пришел один очень нетрезвый человек и стал громко вопиять. «Да, да, спасибо, хорошие вы лекции привезли людям, хорошие вы лекции». И вы знаете, он очень мешался. Наша служба порядка на этих мероприятиях его бережно вынесла из зала. На следующий день собирается огромное количество людей. Это также было в городе Красноярске. И он опять пришел, опять очень даже нетрезвый. И опять так же кричит во время лекции, мешает другим людям. И наша служба порядка опять бережно его вынесла, очень аккуратно. На третий день он опять пришел пьяный, но уже сидел тихо. Потом я как-то забыл об этом. И через несколько дней ко мне подходит мужчина. Я не запомнил его в лицо. И он говорит, «Вы меня помните». Я говорю, «Нет, я вас не запомнил, потому что на наши лекции приходят сотни людей. Я не могу всех упомнить в лицо». И он говорит, «Я тот самый человек, который в первой лекции кричал, это я тот самый пьяный, которого ваши помощники вывели из зала два раза». Я спрашиваю, «Ну а что же с вами случилось, что вы сегодня опять приходите? Я думал, вы на нас обиделись, что вас два раза так деликатно вынесли. Я думал, вы больше не придете». Он говорит, «Вовсе нет. Все случилось в точности да наоборот. Я уже в течение трех недель не выпил ни одной рюмкой водки. Я понял, что Бог должен войти в мою жизнь. Я понял, что Бог меня любит, и Он даст мне возможность победить». Это пожилой человек. И он рассказал мне о том, что на протяжении нескольких лет он сильно пил, каждый день. Он все вынес из дома, он все распродал. Жена уже собиралась уходить от него. Как вдруг кто-то постучал к ним в дверь и вручил приглашение на программу от Заокской духовной академии. И тогда жена сказала ему, «Иди, может быть, там у тебя будет шанс, может быть, ты придешь, и что-то с тобой случится, потому что уже невозможно так жить дальше. Ты не работаешь, у тебя нет денег, ты все пропил, ты все промотал, ты разрушил наш дом, нашу семью, нас соседи пугаются сегодня». Через несколько месяцев я встретился с этим человеком. Он бросил пить совершенно. Он рассказывал, что у него были потом ломка. У него были потом искушения снова запить, но он обращался к Богу и просил у Бога силы. И он победил. Свершилось чудо. Он победил. Сегодня Бог всемогущий говорит нам со страниц Священного Писания, «Просите, и что произойдет, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Мы с вами подходим к завершению нашего десятого вечера. Здоровье Библии. Бог говорит, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Эта весть горит в моем сердце. Есть надежда для алкоголика. Это вера во Христа. Есть надежда для наркомана. Это личные отношения со Христом. Это сила Божья. Есть сегодня надежда для больного человека. Это исцеление во Иисусе Христе. И пусть сей огонь Христов загорится в ваших сердцах. Я хочу сегодня спросить вас, мои дорогие друзья, желаете ли вы сегодня, чтобы Бог прикоснулся к вам и исцелил вас от ваших болезней? Желаете ли вы обрести мир и покой в своем сердце? Желаете ли вы сегодня молиться Богу о России, матушке, чтобы Бог освободил землю нашу от проблем алкоголизма и наркомании? Желаете ли вы сегодня молиться о наших родственников, чтобы наших родственников Бог исцелил? Ведь у многих из нас есть близкие, у которых есть эти проблемы. Вы желаете сегодня, чтобы об этом прозвучала молитва? Тогда могу вас попросить, это будет исключение, подняться на ноги в знак уважения и почтения пред Богом. И помните, Библия говорит, однажды в этот мир придет Царство Божье, Царство мира, любви и добра. И в этом Царстве больше не будет смерти, больше не будет слез человеческих, и больше не будет болезней. Я желаю быть там, со Христом. А вы? Тогда склоните головы, мы помолимся Господу. Сегодня, Господи, как большая человеческая семья, мы приходим к Тебе с благодарностью за то, что Ты, Господь, самый великий Целитель во Вселенной. И сегодня мы приходим к Тебе и просим у Тебя прощения за грехи наши. Сними из нас чувство вины, освободи от одиночества, от депрессии, от душевной боли. Наполни наши сердца миром и покоем. Даруй, Господи, исцеление каждому человеку, который находится здесь, в этом зале. Даруй исцеление каждому человеку, который посмотрит эту программу по всей России. Прикоснись к тем, кто хронически болен. Я молю Тебя за тех, у кого есть онкологические заболевания. Исцели их, Господи. Я прошу Тебя за тех, у которых есть серьезная проблема с вредными привычками, особенно если это алкоголизм или наркомания. Дай им силу и победу. Я прошу Тебя за всю Россию, Матушку, и за землю Башкирскую, за весь Южный Урал. Освободи Родину нашу, которую любим мы, от проблем алкоголизма. Освободи землю нашу от наркомании и наполни ее надеждой и радостью. Освободи от этих привычек наших близких и родных. Восстанови многие разрушенные семьи и дома. И даруй нам сегодня свет надежды и радости. Благослови нас, сохрани нас и спаси нас, Господи. Аминь. Уважаемые родители, Христианский радиотелецентр «Голос надежды» предлагает для детей в возрасте от 7 до 10 лет заочный библейский курс «Небесный лучик». Данный курс состоит из шести красиво оформленных книжечек с текстами и содержит в себе не только библейские повествования, но и рассказы разных авторов, рисунки для раскрашивания, тесты и задания, стихи и песни. Если Вы желаете, чтобы Ваши дети прошли обучение в нашей заочной библейской школе, то напишите нам по адресу 127-473, Москва, абонентский ящик 3, заочная библейская школа, уроки для детей «Небесный лучик». Укажите, пожалуйста, в заявке имя и фамилию ребенка, а также его возраст. Будем рады помочь Вашим детям в изучении Священного Писания. На этом наша десятая встреча подходит своему завершению. Впереди еще восемь путешествий в мир Священного Писания. Завтра и в среду, помните, самая главная программа. Мы ждем Вас с большим терпением завтра здесь 18 часов. И когда Вы пойдете домой, помните о главном. Бог любит Вас. И мы также искренне любим Вас и желаем мира и счастья и здоровья Вашим детям и Вашему дому. До завтра. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин